Спасибо большое. Добрый день, уважаемые друзья. Я, конечно, не скажу, что я очень большой опытный мастер проведения вот таких мероприятий в онлайн-режиме. Я бы, конечно, предпочел встречу с глазу на глаз, хотел бы выступить перед вами, скажем, в аудитории, но, к сожалению, поскольку наша современная ситуация не позволяет этого, то воспользуемся возможностями технического прогресса. Так вот, сегодня я хотел бы по договоренности с организаторами этой зимней школы немножко поразмышлять, порассуждать по некоторым проблемам истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И я хотел бы именно поразмышлять, не просто там какие-то сюжеты конкретно осветить, а о тех некоторых метаморфозах, которые происходят в оценке Великой Отечественной войны. За последние 30 лет мы стали свидетелями очень интересных поворотов в оценках Второй мировой войны. И вот некоторые направления я бы хотел выделить, тем более, что в этом году мы все торжественно отмечали 75 лет со дня Великой Победы. Даты юбилейные, они важны с точки зрения празднования, с одной стороны, с другой стороны, даты юбилейные очень важны для того, чтобы подумать, поразмышлять. О том пути, который пройден, о тех оценках, которые давались на этом пути. Вот сейчас я хотел бы начать с того, что вы просто задумайтесь над этой датой, 75 лет. Среди нас с катастрофической быстротой уменьшается число ветеранов. Тех людей, которые внесли свой личный вклад в борьбу против нацизма. И вскоре, в такое течение времени, никуда не денешься, вскоре от нас уйдет последний ветеран. Это неизбежно, это так устроено. И я сейчас просто вспоминаю, что в свое время, достаточно давно, я прочитал в газете информацию о том, что во Франции скончался последний ветеран Первой мировой войны. Это было достаточно давно, я уже был молодой еще тогда. И тогда я задумался, действительно удивительно, когда вот такое большое событие военной истории остается в прошлом, и постепенно уходят люди, которые с этим связаны. И это, мне кажется, тоже одна из интересных отправных точек. Имеются ветераны, есть ветераны среди нас, и потом вдруг их нет. Меняться будут наши взгляды на это событие, не будут меняться наши взгляды на это событие. В присутствии ветеранов, в отсутствии ветеранов и так далее. И вот за это время, за то время, которое прошло после окончания Второй мировой войны, в нашем обществе, в советском обществе, в постсоветском обществе возникали, возникают и будут возникать самые разные точки зрения, самые разные интерпретации этих военных событий. И, например, в советское время мы не могли бы даже представить те некоторые вопросы, дискуссии, которые мы вдруг обнаруживаем сегодня в историографии, в историческом обществе. Но я сначала хотел бы обратить ваше внимание на несколько сюжетов, на несколько вопросов, которые касаются именно истории Великой Отечественной войны. Во-первых, развал Советского Союза, он способствовал тому, что возникли государства, для которых тема войны становится неактуальной. И даже, я бы сказал, исторически невыгодной. И вы знаете прекрасно, что бывшие республики Советского Союза, они сейчас пишут свою новую историю. И для них Советский Союз, советское прошлое, очень часто это достаточно неприятные воспоминания о прошлом. Опять-таки, это, наверное, тоже вполне естественно. И при этом учитывается, что Великая Отечественная война ведь в основном велась для сохранения СССР. И мы должны учитывать, что историю нельзя интерпретировать только из современной геополитической ситуации, из тех современных реалий, которые возникли на территории бывшего СССР. Но это мы должны учитывать, что в Великой Отечественной войне на территории бывшего Советского Союза отношения самые разные. Второе. Очень часто, в последнее время это особенно ярко проявляется, мы историю интерпретируем так, как мы хотим ее интерпретировать. В свое время известный советский историк Михаил Покровский говорил о том, что, хотя он не был, скорее всего, автором этой фразы, что история – это политика, перевернутая в прошлое. И мы продолжаем очень часто видеть в истории только то, что мы хотим в ней увидеть, то, что нам сегодня выгодно с точки зрения политической, идеологической, любой другой. И поэтому я вам должен это тоже подчеркнуть, что тема войны сегодня также очень активно эксплуатируется в политических баталиях. Причем очень часто один и тот же сюжет может быть использован в своих интересах противостоящими друг другу политическим оппонентам. Дальше. Третий момент, который я здесь хотел бы подчеркнуть, предваряя свои размышления дальнейшие, это уже упомянутый факт того, что ветераны уходят от нас. И когда ветеранов было в обществе много, тогда была определенная гарантия более объективного, более здравомыслящего подхода, оценки Великой Отечественной войны. Вы знаете, вот я уже достаточно поживший на этом связи человек, я пошел в школу в 1965 году. Именно в 1965 году официально начали праздновать День Победы в Советском Союзе. И вот сейчас только начинаю задумываться, что в 1965 году, когда праздновалось 20 лет Победы, в нашем обществе были ветераны, которым было лет по 40. Представляете? Совершенно молодые мужчины. Я еще вспоминаю, что в то время было очень много инвалидов, безногих, безруких и так далее, и так далее. И этих ветеранов, в принципе, было очень много. Когда я учился в школе, у нас многие учителя были ветеранами войны. У нас организовывались встречи, на которые приходили десятки ветеранов. И вот эти люди, тогда был слышен их голос в обсуждении проблем истории войны. Сейчас ситуация совсем другая. Опять-таки, вот представьте себе, задумайтесь, сколько лет сейчас самому молодому ветерану? Допустим, если человека призвали, мобилизовали, отправили на фронт в 1945 году, допустим, ему было 18 лет, он был 27 года рождения. Таким образом, получается, что самый молодой ветеран имеет возраст 93 года сейчас. И поэтому, когда вот так вот, опять-таки, в течение времени никуда от этого не деться, когда война остается от нас далеко в прошлом, когда уходят ветераны, которые были своеобразными гарантами исторической правды и могли бы рассказать о войне, как говорится, из первых рук, да, то всегда так получается, что историческое событие, отдаляясь от нас, оно все больше и больше обрастает какими-то наносными вещами, стереотипами, небылицами, вымыслами и так далее. Это тоже, наверное, неизбежно, согласитесь. Когда есть свидетели прошлого, это одно, когда это прошлое уже свидетелей не имеет, то это совсем другое. Ну, еще одна вот ассоциация, проведите параллель, скажем, что такое война 1812 года. Вот если вот я вам сейчас в лоб задам вопрос, что вы знаете, или что вам первое приходит на ум, какие ассоциации приходят вам на ум, когда мы говорим о войне 1812 года. Я думаю, что у большинства из вас придут на ум какие-то такие понятия, как бородино, кавалерия, гусары, красивые костюмы, униформы, мундиры, благородство, что-то примерно так, да? В то же время вряд ли кто-нибудь из вас сразу же первым вспомнит о том, что это была война, что это были потери, это была смерть, это было горе, это была трагедия масштаба европейского, общероссийского и так далее. Ну, опять-таки, это неизбежно. И такие вещи порой из нашего обыденного сознания выветриваются, и, наверное, это тоже вполне нормально. К этому надо относиться совершенно трезво и спокойно. Я думаю, что и рано или поздно примерно так же мы будем и войну Великой Отечественной вспоминать, вернее, наши потомки войны Великой Отечественной. Ну, а теперь давайте посмотрим на те некоторые особенности нашей историографии, какие сюжеты вызывают споры, дискуссии, приятия и неприятия в обществе. Давайте сравним с тем, что было у нас в советское время. Ну, скажем, советская историография. Конечно, о Великой Отечественной войне советская историография писала много. Я здесь не буду вас загружать какими-то именами, фамилиями, публикациями. Я просто хочу некоторые тенденции вам представить. Советская историография была, конечно, догматической, догматичной. И, естественно, что все оценки истории Великой Отечественной войны, они были подчинены идеологическому и политическому целесообразию. И такие оценки, если мы берем... В данном случае я совершенно не охаиваю советскую историографию. Советская историография сделала действительно очень многое для оценки Великой Отечественной войны. Есть и огромные, многотомные исследования, основанные на большом количестве источников. Но, повторяю, какие-то рамки существовали, из которых советские историки выйти не могли. И самое, наверное, мне кажется, недостаточное в советской историографии, что в ней не было места дискуссии. Не было возможности что-то обсудить именно с точки зрения разных подходов. И еще мы должны учитывать, что в советское время тема войны становилась темой идеологической борьбы, темой противостояния двух мировых систем. Поэтому Великой Отечественной войны, изучение истории Великой Отечественной войны должно было показать, прежде всего, западным оппонентам преимущество социалистической системы. И, естественно, должны были наши историки писать о том, что Советский Союз – это такая гибкая система, которая достигла очень больших высот не только на поле битвы, но и во всех сферах жизни, и вооруженные силы были лучше, достижения были во всех отношениях лучше. Описали именно с такой точки зрения о военных событиях, достижениях военной экономики. И, естественно, Советский Союз – единственный тот, кто добился победы над нацизмом и так далее. То есть мы больше в советское время, несмотря на все достижения, били фанфары. И война – это героизм. Война – это только подвиг. То есть, по большому счету, война, освещение истории войны в советское время – это была тема идеологическая, это была тема героическая, и это была тема политическая, но это была меньше тема историческая. И о тех сюжетах, которые были как бы невыгодны с этой точки зрения, об этих сюжетах просто умолчилось. Как будто их просто не было. И, допустим, недостатки подготовки страны к войне о первых месяцах и поражениях, потерях первые месяцы, не анализировались причины каких-то неудач. То есть, все, что могло бросить тень на наше понимание войны, что могло бы быть во вред, так скажем, истолкованию роли коммунистической партии, об этом просто молчали. Ну вот самый знаменитый сюжет, наверное, один из самых знаменитых сюжетов – это секретные протоколы к советско-германскому договору о ненападении от 23 августа 1939 года. Ну, об этом просто молчали, и все. Как будто этой темы и нет. То есть, возникали целые лакуны, целые такие большие тематические, можно сказать, белые пятна. И многие очень сюжеты, поскольку я этим занимался, для меня это особенно острое. Да, вот именно вот эти моменты меня интересовали впоследствии. Я об этом чуть позже еще скажу. Как скажем, от общих проблем перейду к своим собственным. И поэтому получалось так, что мы действительно некоторые сюжеты историю войны в советское время хорошо знали и хорошо изучали, безусловно. Но многие сюжеты так и оставались. Тяжелые, допустим, трагические стороны так далее оставались. Не изучили. Поехали дальше. В постсоветский. Когда советская система ушла в прошлое, мы начали пересматривать историю. И мы, как говорится, из одной крайности начали бросаться в другую. К сожалению, у нас не было в исторической науке многоцветия. У нас было только два цвета. То есть в советское время было два цвета, черный-белый. И, к сожалению, в постсоветской историографии очень часто мы прибегали только к двум этим самым цветам. Не к пестрой палитре, не к многообразию, а именно к двум цветам. Но мы поменяли полюса. Мы начали ругать советскую историографию. Причем, как говорится, с водой выплеснули ребенка. И очень часто наши исследователи, наши публицисты начали исключительно пренебрежительно относиться ко всему советскому периоду, и в том числе к советской историографии. То есть то, что было сделано многим поколениями советских историков, повторяю, что среди этих историков были вполне грамотные, очень профессиональные исследователи, которые сделали действительно очень многое для осмысления истории войны. Да, они что-то там замалчили, да, что-то делали в угоду политике, но ведь давайте тогда оценивать это именно так с точки зрения объективности. Хвалить за одно, ругать или критиковать, конструктивно критиковать за другое. Но вот опять-таки в 90-е годы у нас все-таки пошел крен совсем в другую сторону. Появились спекулятивные публикации, тенденциозные публикации, и начали там опять искать виноватых, кто кого опередил, кто раньше напал, кто Германию опередила или Советский Союз опередил, кто больше виноват, Советский Союз виноват, Германия виновата и так далее. Ну, скажем, по советско-германским отношениям предвоенного периода было довольно много публикаций, и появились очень интересные работы по этой тематике. В них давались достаточно серьезные оценки, но в то же время бытовало резко отрицательное суждение о политике руководства СССР по отношению к германию с предвоенными. Или, скажем, сюжет, почему Красная Армия крепела такие тяжелые поражения в начале войны. Если в советской историографии причины здесь сводились к объективным факторам превосходства Германии в военно-экономическом отношении, вероломства гитлеровского руководства, от мобилизованности немецких войск и так далее, их опыт и так далее, причины субъективного характера они умалчивались. Ошибки, просчеты советского руководства, это все как-то так оставалось в тени. А теперь прошла перестановка. Так, какая-то музыка пошла. Кто-то, видимо, подключился, послушая музыку. То есть, опять-таки, это пример того, как мы вот эти два цвета поменяли местами просто в 90-е годы. Объективные факторы, которые могли бы нам реально понять причины поражения первых месяцев войны, они отодвинулись, и трагедия 41-го года стала объясняться только просчетами, только личным фактором, просчетами Сталина, ошибками руководства. То есть, скажем, как писал один из историков, не было объективных причин наших неудач были только преступные просчеты Сталина. Конечно, об ошибках и просчетах надо говорить, но при этом, повторяю, необходимо все-таки в историческом уровне оценивать самые разные ошибки, самые разные стороны, самые разные направления. И поэтому не только просчеты конкретно Сталина надо учитывать и так далее. Надо думать более широко, более глобально, более глубоко, скажем, размышлять о том, что такое Германия, что такое мы, что такое наша армия, что такое немецкая армия, насколько был, какая была разница в военном потенциале, какая была разница в уровне развития промышленности, какой был уровень промышленной культуры, какой был идеологический момент, какой был уровень общей подготовки к войне. То есть, когда мы говорим о неудачах первых месяцев войны, неудачах Красной Армии, то надо все брать во внимание, не просто какой-то крен в одном направлении, выпячивать какой-то только момент. Но, скажем, если мы говорим о роли Сталина, то ведь, опять-таки, в историографии существует самый большой и широкий разброс мнений в отечественной литературе, в зарубежной литературе исторической. И есть, опять-таки, полюсы. Первый полюс – это победа Советского Союза в Великой Отечественной войне достигнута только благодаря Сталину. Если бы не Сталину, мы проиграли бы. Кстати говоря, вот я вчера ехал из Актаныша в Казань на трассе и увидел в набережных Челнах большой плакат с портретом Сталина. Правда, он был посвящен не войне, а сокращенному рабочему дню. Там советские люди имеют право на отдых. Я был поражен. Это большой плакат, прям, видны здоровья. Что-то я вдруг вспомнил, да? Ну ладно, не буду отвлекаться. Так вот, есть такой полюс, что победа в Великой Отечественной войне достигнута только благодаря Сталину. Если бы не Сталин, мы проиграем. Есть первый полюс. Второй полюс есть вопреки Сталину. То есть Сталин фактически был тормозом в нашем победоносном развитии, военном и так далее, противостоянии с Германией. И он, как говорится, был злым гением. И мы ни в коем случае не должны не то, чтобы упячивать, а даже упоминать Сталина как творца победы народа в Великой Отечественной войне. Опять-таки, полюсы полюсами, но ведь истина, скорее всего, где-то посередине лежит. И поэтому я всегда призываю во всех ситуациях стараться максимально учитывать самые разные факты. Здесь тоже, наверное, в историографии мы должны учитывать то, что цвета в оценке истории могут быть разными. И поэтому давайте вы, как представитель молодого поколения, вам, как говорится, у вас еще многое впереди в оценках нашего исторического прошлого, в оценках международных ситуаций и так далее. Ни в коем случае не стоит наши сегодняшние представления, наши сегодняшние симпатии опрокидывать в прошлое. Ни в коем случае не стоит нежелательно применять для оценки исторического прошлого только два цвета. Надо избегать вот таких крайностей. Старайтесь, пожалуйста, во время ваших размышлений о войне, о любых других событиях прошлого, стараться быть максимально максимально-максимально внимательными, максимально-максимально объективными. Ну вот, смотрите, сейчас опять-таки, какие мы тенденции наблюдаем? Ну, очень много пишем о войне, очень много сейчас есть опять новых публикаций, о массонгероизме, о патриотизме, о энтузиазме советских людей, много книг, много публицистических публикаций, много публицистики, много фильмов, героев знают, улицы, школы, поселки и так далее. И опять-таки, есть тенденция дегероизации войны. Ну, есть люди, которые говорят, что вот это не герои, это просто идеологические какие-то штампы, есть какие-то фигуры, которые, как говорится, были в силу каких-то политических, идеологических причин выдвинуты на передний план и так далее. и так далее. То есть, есть, опять-таки, попытка в угоду каким-то современным политическим амбициям, в угоду каким-то современным политическим симпатиям пересмотреть историю войны. Но мы же все-таки должны учитывать, что героизм во время Великой Отечественной было бы массовой. Но, скажем, только таранов, во время войны таранов, когда самолеты советских летчиков таранили, вражеские самолеты было более 600. Или, допустим, известный был персонаж Николай Гастевло, герой Советского Союза, который направил свой горячий самолет на вражеские шоу. Таких случаев, которые повторяли подвиг Гастевло, более 500 зафиксировано разного, в разные периоды войны. Поэтому вот эта вот дегероизация, это тоже очень плохая тенденция. Дегероизация. Вот. И в то же время есть еще такая тенденция в современной нашей публицистике и исторической науке, чрезмерная героизация. Причем героизация не отдельных личностей, но меня немножко это смущает, когда мы слишком героизируем вообще войну как событие. Вот. Может быть, не напрямую это заметно, но тем не менее такую тенденцию, к сожалению, я тоже отмечаю, и я бы эту тенденцию немножко, так сказать, пересмотрел. У меня есть такой, скажем, такая точка зрения своя собственная, что к войне все-таки надо относиться в первую очередь как к трагедии, в первую очередь как к огромному испытанию, в первую очередь как к потерям. и именно оценивать войну следует прежде всего с той точки зрения, чтобы никогда больше такого или подобного не повторилось. Понимаете? Не у нас опять мы очень часто вот шарахаемся из стороны в сторону. Я все понимаю прекрасно, там, мировая ситуация, международное отношение, отношение России с другими странами, с республиками бывшего Советского Союза. Поэтому хочется, конечно, о войне говорить только возвышенно, только красиво, только говорить о патриотизме, о подвигах, но все-таки мне кажется, что самое правильное, вспоминая войну, говоря о наших героях, говоря о подвиге, говоря о победе, все-таки и другие стороны тоже не забывать. И в первую очередь воспитывать в молодом поколении такой подход к военной истории, чтобы он был с одной стороны исключительно патриотический, исключительно правильный, объективный, а с другой стороны, чтобы мы понимали, что у войны есть разные стороны, у войны есть разные черты. ну вот можно такой задать вопрос. Почему же наша историческая наука все-таки так трудно ищет ответы на вопросы, посвященные истории войны? Вроде бы, ведь война изучена вдоль и поперек, большинство источников введены в научный оборот, публикации источников, десятки монографий, статей, сотни публицистических материалов, тысячи даже публицистических материалов, а споры идут. И опять-таки какие-то недостатки с телеграфами видим. Хорошо, кстати, что споры идут, что они возможны. Ну, во-первых, мы должны учитывать, что сколько бы мы ни старались изучать историю, в том числе историю войны, любой, причем, любой исторический сюжет, мы все равно историю до конца не познаем, и в том числе и историю войны, потому что это такое грандиозное событие, что все нюансы, все детали мы никогда не узнаем. Так что поиск будет всегда идти, поиск ответов на вопросы, которые мы сами себе ставим, он будет вечным, будет идти переосмысление, безусловно, и поэтому даже те самые факты, которые нам сегодня известны, они будут переосмысливаться, факты личности, которые зафиксированы в исторической памяти, они будут, так скажем, для нас объектами изучить. Ну, конечно, второй момент, который, если мы будем говорить, почему историческая наука так трудно ищет ответы на поставленные вопросы, касающиеся, истории войны, продолжается та же самая тенденция, которая всегда существовала и будет существовать, вероятнее всего, это неизбежно. Все-таки политика продолжает влиять на историческую науку. и даже когда мы говорим о том, что мы стараемся объективно изучать историю войны, что мы стараемся изучать самый разный сюжет истории войны, все-таки существует так называемый социальный заказ, он никуда не денется. То есть подчинение истории политики, оно, скорее всего, неизбежно. Правда, сейчас это, наверное, делается более, так скажем, завуалированно, может быть, не совсем лежит на поверхности, но мы это все равно наблюдаем. Ну и, конечно, третий момент здесь следует учитывать, что историки, какими бы они профессионалами не были, они остаются людьми. Историк имеет свои симпатии, свою нравственную позицию, у него есть свои какие-то внешние установки, внутренние установки, и это нам тоже надо учитывать, когда мы знакомимся с какими-то сюжетами в историографии, с какими-то новыми публикациями. Ну, вообще, я вот сейчас какие-то сюжеты поднял, какие-то моменты постарался осветить со своей точки зрения, чтобы вы задумались я думаю, что у каждого из вас есть свой подход, свои оценки, свои суждения, свои приоритеты в понимании истории Второй мировой войны. Мне хотелось бы, чтобы наше молодое поколение в оценке войны всегда старалось быть максимально объективным и нравственным. и понимая, что у нас есть с одной стороны самые разные оценки войны и самые разные цвета в оценке войны, в то же время мы должны понимать свою ответственность. Опять-таки, мы не должны выпячивать что-то конкретно из истории войны. Я вам хочу несколько примеров из своей собственной исторической опыта и исследовательской опыта привести. Я в свое время тоже начал заниматься сюжетами. Это произошло с середины 90-х годов, которые были не слишком желательными, мягко говоря. В советское время они совершенно замалчивались. Это была тематика связанная с пленом, с военнопленными и с так называемым коллаборационизмом. Сюжеты связанные с сотрудничеством определенной части советских граждан, в том числе военнослужащих, военнопленных с нацистской Германии в годы Второй мировой войны. В то время у нас еще был традиционный подход больше советского разлива, как говорится. И мой руководитель научный, очень авторитетный наш историк, конечно, не занимался никогда историей Великой Отечественной войны. Он, Меркосимов Дахат Чусманов, он в свое время был моим руководителем, я с ним всегда советовался, когда занимался различными историческими сюжетами, он мне сразу сказал, зачем ты взялся за эту тему, это такая сложная тема с точки зрения, что ты можешь шарахнуться, именно качнуться в ту или другую сторону, и это будет неправильно, ты же все-таки должен соблюдать максимальную историческую объективность, соблюдать именно вот эту центристскую позицию. И потом, когда я подготовил монографию, свою докторскую диссертацию, и Меркасом Адлахач Усманов ознакомился с результатами моей работы, он все-таки сказал, для меня это была высшая похвала, что ты все-таки сумел пройти по серединке, то есть ты сумел сохранить именно исторический максимально объективный подход. Я не говорю, что у меня работа исключительно объективна, но я всегда стремился к этому, и всегда призываю своих слушателей, своих студентов именно к этому. Ну вот смотрите, несколько буквально конкретных примеров. Вот сюжет. Цифры, они не слишком в свое время были популярны, они практически очень редко упоминались в нашей стереографии, в советское время практически, вообще не упоминались. Скажем, количество военнопленных советских в период Второй войны. Ну вот я просто сейчас раскрыл свою книгу, я там привожу такие цифры, которые опираются естественно на конкретные исторические источники, а потом они, между прочим, и в нашей историографии упоминались частично уже в 90-е годы. Вот скажем, к середине июля 41-го года Красная Армия потеряла около миллиона своих солдат и офицеров, из которых 724 тысячи оказались в плену. Первые месяцы войны потери военнопленными Красной Армии были грандиозными. Просто фактически миллион людей. Но я не буду сейчас углубляться в цифры, я вам приведу официальные цифры, которые в немецких документах содержались. 20 февраля 45-го года численность официально зарегистрированных советских военнопленных составляла 5 миллионов 734 тысяч человек. 5,8 почти миллиона, почти 6 миллионов военнопленных. Просто задумайтесь над этой цифрой. И этот сюжет, который еще, наверное, до конца неосознан, это же не просто цифра, это же люди, это же миллионы людей, и у каждого свои заботы, горести, своя семья, свои близкие. Это же судьба людей. 5,8 миллионов военнопленных. Сюжет малоизученный. Вот в 90-е годы там немножко начали его касаться, но ведь еще надо учитывать, что если только мы этот сюжет только начнем, об этом сюжете только говорить, представьте себя, эти люди во многом оказались советской стороной брошенными на произвол судьбы, потому что, я уж не буду опять-таки во все детали углубляться, советское руководство отказалось соблюдать международную конвенцию о правах военнопленных. Хотя со стороны Германии попытки как-то так через нейтральные страны наладить разговор о судьбе военнопленных были. Я вам могу порекомендовать, кстати, довольно интересные публикации на эту тему. Скажем, Николай Толстой, эмигрантский историк, опубликовал в свое время книгу на английском языке, а потом она была переведена на русский язык, «Жертва Ялты» она называлась. Посмотрите эту работу. Посмотрите работы, например, наших российских историков, скажем, Семиряга, Шивардин, Кривошеев. Есть потрясающая работа, кстати, малоизвестная петербургского историка Талгата Ибатулина «Война и плен» называется. Вещи, которые заставляют задуматься. Вот этот сюжет, он был невыигрышный, поэтому он и не изучался в свое время. То есть он был как бы трагический, безусловно, он понимался как трагический. Но эта тема плена, например, она заставляла ведь о многом задуматься и о позиции советского руководства, оценке позиции советского руководства и так далее. или другой сюжет, с которым мне пришлось столкнуться во время своих исследований и который стал для меня очень-очень важным именно с точки зрения нашего отношения к историческому прошлом и к изучению истории войны. Сюжет этот связан с коллаборационизмом, с феноменом коллаборационизма. То есть сотрудничество определенных определенной части советских граждан с нацистской Германией в разных сферах. Но я брал тему, конечно, военного коллаборационизма. Понимаете, сегодня даже отечественные наши исследователи, авторитетные исследователи, они признают такую цифру. Только задумайтесь над этим. В период войны до одного миллиона советских граждан сотрудничало с немцами в разных сферах. Военные, гражданские, административные. До одного миллиона представителей самых разных националистов. До одного миллиона. Цифра впечатляющая. Я вам привел цифру, скажем, количество военнопленных. 5,8 миллионов военнопленных. Какая жуткая трагедия, согласитесь. А вот цифра до одного миллиона, иногда даже до полутора миллиона называют эту цифру в исследовании. советские граждане сотрудничали с немцами. Как историки мы должны этот факт оценивать и понимать, почему, поставить вопрос, почему это происходило. Конечно, должны. А не проще ли нам это просто не упоминать? Не проще ли нам об этом просто не говорить? что и делалось в советское время. Поэтому историк все-таки должен быть устремленным к максимально строгому объективному освещению истории. И в истории ведь нет только побед, в истории ведь нет только героев, в истории ведь нет только положительных персонажей и положительных сюжетов. в истории есть все. И стремиться надо к тому, чтобы понять, именно понять и объяснить, почему так происходило, что происходило впоследствии, что происходило до этого. Оценивать, причем оценивать все эти события надо не с точки зрения сегодняшнего дня, как мы это часто делаем, это ошибочный подход. Оценивать все эти события надо с точки зрения того времени. Скажем, почему коллаборационизм был достаточно распространенным явлением в европейских странах, эта тема изучается активно, почему коллаборационизм оказался возможным, реальным в стране советской, почему же все-таки эти люди пошли на сделку с врагом. Я понимаю, что нам гораздо приятнее писать о подвигах и не совсем приятно говорить о предателях или о тех, кто сотрудничал с немцами. Но мы же должны понять историю во всем ее многообразии. Поэтому я хотел бы призвать вас всех, друзья мои, к тому, чтобы мы к истории относились как явлению очень-очень сложному, многообразному, многостороннему, чтобы мы старались эту историю понимать и воспринимать очень глубоко, широко. и мы должны в то же время понимать и уважать нашу историю. Нам иногда просто не хватает этого элементарного уважения к своему прошлому. Ведь война – это событие, которое вторглось в жизни миллионов наших предков, наших дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. Оно перевернуло всю нашу страну. И мы должны уважительно относиться к этому поколению, на плечи которого все это выпало, на долю которого выпала эта трагедия грандиозная. И мы с вами должны максимально трезво, максимально объективно оценивать историю Великой Отечественной войны. И не верить всему тому, что часто пишется в литературе, в публицистике и так далее. Всегда старайтесь относиться к этой литературе серьезно, относиться к ней не как истине в последней инстанции прежде всего. Вот, наверное, я на этом бы завершил. Получилось, наверное, в разнобой, немножко эмоционально, но я хотел бы, чтобы вы просто задумались и постарались к войне отнестись уважительно, серьезно и многообразно. Вот так я бы сказал. Большое спасибо. Я был бы очень рад, если у вас возникли вопросы. Виктор Евгеньевич, бразды правления передаю вам как модератору, если вы меня слышите. Здравствуйте, я студент четвертого, четвертый курс Магимо из Индии, и у меня такой вопрос. Я был в Чехии недавно, и перед моим глазом они убрали памятник маршалу Конева или Жукова, я не точно помню. Маршалу Коневу, которые освободили их от фашистов, и их же памятник убирают. Я хотел спросить, как это является на российские европейские отношения, и как это является исторической память Второй мировой войны в России и в мире. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Это действительно очень важный вопрос, который очень хорошо иллюстрирует то, что я вам говорил. Понимаете, это и есть политика перевернутая в прошлое. То, что сейчас Чехия пытается пересмотреть какие-то сюжеты, связанные с историей войны, это с одной стороны понятно, но с другой стороны это совершенно несправедливо и неправильно. То, что они сделали, например, с памятником маршалу Коневу, это политический момент, это не история совсем. Чехия должна, мне кажется, чешская позиция должна быть примерно такой. Чехия была оккупирована. Чехия, Чехословакия тогда, претерпела очень много потерь, получила очень много трагедий в ходе войны. И объективно, если говорить, Чехословакия была освобождена советскими войсками. За то, чтобы Чехословакия была освобождена от нацизма, Красная Армия положила тысячи жизней. И к истории, как я уже сказал, надо относиться уважительно. Я понимаю, что сегодня Чехия испытывает определенный негатив по отношению к современной России. Но нельзя современное отношение к России переносить на прошлое. Надо уважительно относиться к тому, что, объективно говоря, Красная Армия внесла свой решающий вклад в освобождение Чехословакии от нацистской оккупации, от нацистского режима, от нацистского господства. Поэтому снесение или, пусть они сейчас говорят, перенос памятника маршалу Коневу, это же демонстративный акт, это же плевок в прошлое. Так поступать совершенно неправильно, я считаю. Поэтому это нисколько не украшает современное чешское руководство, это нисколько не украшает современный чешский народ, который должен был сказать свое слово. Но, видите, опять получается, что политическая, современная политическая конъюнктура вторгается в прошлое. И это очень жаль. История должна чему-то людей учить. А в данном случае она ничему не учит. История используется только как политический инструмент, к сожалению. Спасибо. Я еще хотел спросить. Когда я был в Вене, там все памятники советских солдат Красной Армии, они все сохранены и очень хорошо их ремонтируют, содержат. Но других стран, особенно бывших Варшавских варшавских пакт. И они так не делают. Почему Австрия так вступает и почему других стран так вступает? Какая разница? Опять-таки наверное здесь так надо объяснять. Страны, бывшие страны Варшавского договора, они все в какой-то степени были зависимы от Советского Союза. и сейчас в них в политиках прежде всего говорит определенная обида, какой-то комплекс. Вот мы были зависимы, мы находились под каким-то влиянием Советского Союза. И в них сегодня говорит вот эта обида на прошлое. И это опять-таки повторяю неправильный подход. Это неправильный подход. Подход к истории должен быть объективным. Опять-таки к истории войны. Вот Австрия я считаю, я сам бывал в Австрии, я видел эти памятники, да, я в Вене это тоже отметил, что памятники советским солдатам в Вене, они находятся в очень правильности. А Австрия не была связана с Советским Союзом? И это тоже, наверное, свою роль играет. Ну, по крайней мере, вызывает уважение такой более-менее объективный, более-менее такой правильный подход австрийского руководства, австрийского народа подвига у советского солдата в годы Второй мировой войны. И вызывает мне совершенно недоумение позиция, допустим, стран бывшего Варшавского договора к советским памятникам, к памятникам советским солдатам. Опять-таки, объективно, давайте, если мы с вами просто реально посмотрим на конкретный ход событий, 44-45 год, наступление Красной Армии фактически освободило страны Восточной Европы от нацистской оккупации. Разве эта оккупация что-то дала положительное этим странам? Значит, освобождение от оккупации Красной Армии это был процесс правильный, прогрессивный, и он действительно был процессом освобождения. И мы сейчас просто я считаю, я, например, как историк, я недоумеваю, когда сносятся памятники советским солдатам, памятник в чем-то виноват? Историческая память в чем-то виновата? Разве конкретного факта освобождения от нацистской оккупации не было? Кто сыграл главную роль в этом процессе освобождения советской Красной Армии? Я тут не умоляю, не говорю в данном случае о Втором фронте, о союзниках, но ведь Восточную Европу освобождала Красная Армия. И сейчас отыгрываться на памятниках это просто как я уже сказал обида на прошлое с одной стороны, это обида на современную Россию, нежелание признавать историческую правду. политика, политика, политика всегда выступает на первый план, к сожалению. Спасибо, Искандр Ильич. Уважаемые участники земной школы, еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо большое за такую увлекательную лекцию. Спасибо. Меня зовут Гульнас Акбарова, я студентка первого курса КФУ и МО, и у меня такой вопрос. Вы в своей лекции сказали о том, что вообще в советский период проходил такой процесс перегероизации, так скажем, прославления подвигов солдат, а сейчас происходит наоборот процесс размечания всяких мифов, дегероизация. И такой вопрос, если сейчас все эти события будут оцениваться, так скажем, объективно, то не изменится ли отношение народа, в том числе молодежи, к ценности вообще войны, потому что мне кажется, если сейчас молодежь будет видеть все эти факты объективно, то есть вообще в том виде, как они происходили, не будут ли они думать о том, что война, ну, это, ну, что народ не страдал так, как об этом пишутся в исторических источниках, там, мемуарах, что просто какой-то событий. Не изменится ли отношение к войне у молодежи? Спасибо. Это очень интересный вопрос, да, действительно, то, что я вам сказал, что, так скажем, наши шарахания стороны в сторону, перемена полюсов, применение двух цветов только в оценке истории, это имело место быть и имеет место быть. Ведь в советское время мы создали очень много мифов, мы очень часто, скажем так, поднимая одного героя, забывали о других. Ну, скажем, классический спор, который до сих пор не закончен, а кто первым воздрузил знамя победы на Рейхстаде? В силу политического момента, понимаете, этими первопроходцами оказались русские и грузи. И это был миф, который создали «Ну ладно, бог с ним, этот миф он существовал и в советское время мы свято в это верили». И когда я был однажды в студенческих годах в Смоленске, мы ходили на могилу этого самого Егорова, возлагали цветы и так далее. А оказывается, если сейчас начинаем поднимать документы, там очень трудно рассчитать, кто был первым, потому что там было несколько разведгрупп, которые отправили, несколько, и кого считать первым, там скоро до сих пор ведутся. У нас в Татарстане это настолько такой важный сюжет, потому что там был Газиз Агитов знаменитый, который по оценкам нашей татарстанской общественности, наших историков, был именно тем первым в составе группы, которая водрузила Знамя Победы. Ну ладно, теперь к тому, что мы сегодня дегероизируем. Я ведь не сказал, что мы совсем забываем героев. Мы просто должны задумываться о том, что кого-то мы не должны превращать в икону и забывать при этом других. Мы должны помнить героев, безусловно. Мы должны помнить их подвиги объективно, обязательно объективно, понимаете. И мы должны им давать оценку соответствующую. Здесь никаких сомнений быть не может в этом вопросе. Герой есть герой. Совершил подвиг, он должен быть оценен потомками. Теперь я и не призвал к тому, чтобы мы, говоря о войне, забывали совсем героев и в угоду каким-то сюжетам, допустим, не слишком привлекательным, не слишком приятным, условно говоря. И в этом как раз есть ответственность историка. Историк имеет вот эту самую ответственность перед своими согражданами, чтобы войну освещать так, как она была, и в то же время не выпячивать в ту или иную сторону эту историю. Я думаю, что если правильно это все освещать, если правильно анализировать, если правильно довести до молодого поколения, наше молодое поколение, оно достаточно грамотное, и я не думаю, что в них возникнет какие-то ощущения, допустим, разочарования, неудовлетворенности, что мы только о плохом пишем, а только о черных страницах истории войны, только о трагедии войны пишем. Я думаю, что мы всегда должны находить разумную середину и правильные акценты расставлять. Вот мне кажется, что такой опасности, которую вы представили, все-таки, наверное, нет. при правильном должном подходе историков. Спасибо. Большое спасибо. Уважаемые участники зимной школы, пожалуйста, еще вопрос. Добрый вечер. Присоединяюсь к словам к Ульнасу. Хочу вас тоже поблагодарить за доклад. Весьма увлекательно было. Спасибо. Среди на фурславе курс исторический факультет. У меня будет два момента. Первый, это, наверное, больше комментарий, нежели вопрос касательно образа Сталина в советской историографии. Мне кажется, тут вполне исчерпывающим будет цитата Шолохова, что да, был культ, но была и личность. Мне кажется, насчет вот этого все и было во всей советской историографии оправдано. А касательно вопроса, как вы считаете, чем оправдана или с чем связана интерпретация многих фактов, образов, знаете, в контексте вот этой вот смены парадигмы трагедии на всеобщий праздник, именно в проблемном поле культурной памяти, социальной памяти, о чем писал Алей Дасман, например. Как вы считаете, с чем вот это связано? Спасибо. Сложный вопрос. Честно говоря, несколько неожиданно даже, да? Если можно, еще раз, пожалуйста, как-то так попроще, без всяких парадигм. Вообще, ну, в общем, вот вы и сами говорили в своем докладе, да, вот то, что в советской историографии, например, не только касательно Советского Союза, но, скажем, например, тоже Германии ситуал вот этот вот образ праздника, да, скажем? Ну, я имею в виду касательно... В Германии, например, образ трагедии. Сейчас вот происходит в странах смена вот этой парадигмы, то, что, например, в Германии стали вот из разряда трагедии как-то вот воспринимать это как праздник, тоже праздник Дня Победы в Германии, говорит. Вот, и с чем связано, по-вашему? Война праздник, война... Хорошо. Ладно, давайте я сейчас немножко опять-таки поразмышляю на эту тему. Вы знаете, я все-таки достаточно долго прожил в Германии, когда занимался в архивах, занимался проблематикой, почти в общей сложности у меня получилось больше двух лет, почти два с половиной года. Вы знаете, что мне нравится прежде всего в мыслящей части немецкого общества, конечно, я не беру вообще такую... все слои там разные совершенно точки, извинись. Но мне нравится, например, вот университетская среда, я ее более-менее прилично знаю, что вот они в Германии к войне сейчас относятся как к какому-то поворотному моменту, который надо осмысливать и воспринять вину. Мне нравится, что в Германии есть вот это понимание вины. то, что именно их страна, пусть это был национал-социализм, пусть это был Гитлер, его там верхушка немецкая, нацистская, они воспринимают войну как вину Германии, как какое-то событие, за которое надо, как говорится, нести ответственность. И вот такой подход, он в целом, который существует, я не говорю, что он такой всеобъемлющий и полный, он существует в такой интеллектуальной среде в Германии. То есть они это пережили в своем разуме, в общественном сознании, по крайней мере, в определенной части. Они это осмыслили, они это поняли и они восприняли этот период в общем целом, как надо воспринять. Я так считаю. Я не считаю свою точку зрения абсолютной, но у меня создалось такое впечатление, что немецкое общество войну сейчас в целом воспринимает правильно. Именно с точки зрения вины Германии за начало этой войны. Хотя, повторяю, какие-то определенные дискуссии, естественно, есть и другие точки зрения. то, что у нас сейчас восприятие войны в нашем обществе, меня немножко тревожит, что мы сейчас войну воспринимаем как праздник. Я немножко об этом сказал уже, то, что мы, например, для меня, повторяю, это моя точка зрения, как историка, который все-таки с этим сюжетом более-менее знаком, для меня, например, День Победы это больше день грусти, это день размышления, это день памяти, прежде всего. Да, у нас, конечно, и память есть, и присутствует, все правильно, мы вспоминаем погибших, говорим о миллионах жертв Второй мировой войны, но все-таки какой-то крем, который существует сегодня в сторону помпезности, в сторону какой-то бравады, меня немножко смущает. Понимаете, вот то, что сегодня в нашей молодежи появляются такие подходы, знаете, я вообще бываю иногда шокирован, когда вижу на автомобилях эти наклейки, я видел, я когда первый раз увидел, вообще остановился и долго не мог прийти в себя, я вам честно говорю, когда вы эту наклейку 1941-1945 можем повторить, мне стало страшно, понимаете, то, что, вот если в молодежи возникает такой подход и такая точка зрения, для меня это немножко тревожно, мне кажется, что у молодежи должен быть совсем другой подход, война не как праздник, а война как трагедия, опять-таки, не выпячивая только трагедию, понимая, что героизм и патриотизм должны воспитываться через подвиги, это я согласен с этим, но если в обществе возникает, можем повторить, а что мы, я всегда задаю себе вопрос, а что мы можем повторить? Я, конечно, понимаю, что имеется в виду, что мы можем победить, мы можем одержать победу, мы победим любого врага, но ведь какой ценой? И стоит ли повторять четыре года войны? Стоит ли повторять, ну, условно говоря, историю, конечно, не повторишь, но тем не менее, можем повторить, это меня пугает, потому что ведь у молодежи сейчас появляется не только гордость за гордость за победу, не только скажем так, уважительное отношение к своим прадедам, но и вот это какая-то бравада, война воспринимается скорее почти как кино, вот это плохая тенденция, я бы так сказал, может быть, немножко опять я ушел в сторону от вашего вопроса, я просто поделился своими некоторыми впечатлениями личными, спасибо. Спасибо большое, Искандер Аязович, давайте, наверное, участники зимней школы, мы, к сожалению, вынуждены завершать этот вебинар, потому что у нас уже подошло время следующего нашего вебинара, давайте дарим Искандера Аязовича за такую очень интересную, такую прочувственную лекцию. Спасибо, я постарался, уважаемые коллеги, я уже завершаю, вам скажу так, что я постарался вас не слишком напрягать какими-то цифрами, именами, датами и так далее, мне хотелось просто поделиться некоторыми своими выстраданными, так скажем, мыслями, тем, что я сталкивался в последние десятилетия, когда я занимаюсь этой тематикой, и тем, что приходит на ум, когда знакомишься с документами, с историографией, с общественно-политической ситуацией в целом, с международными отношениями, есть вещи, которые радуют, действительно радуют, что память о войне, она в нашем обществе такая уважительная существует, в то же время есть и тревожные моменты, о которых я постарался немножко сегодня тоже сказать. Спасибо вам большое, я повторяю, что старайтесь, пожалуйста, к истории относиться и уважительно, и объективно. Вот мое главное пожелание в заключении нашего разговора сегодняшнего. Спасибо вам большое. Большое спасибо, Искандр Иванович. Ну что, уважаемые участники зимней школы, у нас сейчас по нашей программе